Прямо трансляции. Одесский кризисный медиа-центр продолжает свою работу. Тема следующего брифинга. Шестая революция в сфере энергоэффективности. Брифинг проведет Вячеслав Бравер, эксперт в области энергоэффективности. Спасибо. Добрый день еще раз. Прежде всего я хотел бы сказать, чему я сюда пришел, в такой кризисный центр. Потому что мне кажется, что сейчас надвигается очередной кризис, связанный с лоббированием каких-то совсем даже неправильных интересов банков по отношению к энергоэффективности. Наверное все знают, что с октября месяца 2014 года в стране действует программа поддержки населения по переходе или по замещению газовых котлов. Потом уже в 2015 году, где-то в 6 апреля, было принято поправки к этой программе, которые дают возможность получать кредиты и компенсировать часть этих кредитов при закупке высокоэффективного энергетического оборудования. Однако что произошло на самом деле? На самом деле по состоянию, вот у меня данные на 7 число этого месяца, выдано 7400 кредитов по Украине на общую сумму 130 миллионов гривен, что в среднем составляет 17,6 тысячи гривны на один кредит. А что же закупили? Закупили в основном твердотопливные котлы. То есть, уважаемые господа, почему я назвал свое выступление шестой революцией в энергоэффективности? Это не просто шаг назад, это шаг на два порядка назад. Я еще в силу своего возраста еще помню, когда мы в 80-х годах, в 4-й революции, переходили от печного и отопления на угле, переходили на теплоцентрали. И все тогда мы были очень довольны, потому что это как бы было прогрессивно, это было хорошо. И переходили на пятое. Пятое это на теплоцентрали. Сегодня то, что происходит, оно инициировано в основном как бы Ощадбанка. Потому что ему, конечно, удобнее выдать кредит небольшой и выдать физическим лицам, чем выдать кредит на высокоэффективный оборот. В программе, которая была принята и утверждена, есть перечень оборудования, которое, в общем-то, рекомендуется покупать за эти деньги и которая подлежит компенсации. В этом перечне нет твердотопливных котлов. Уже потом, когда банк дал свои разъяснения, там появилось понятие твердотопливные электрические котлы. В основном перечне есть то, к чему нас призывает Европа и Евросоюз. Это тепловые насосы и солнечные батареи, солнечные коллекторы и аккумуляторы. Потому что, на самом деле, если мы уйдем в сторону, как я говорю, твердотопливных котлов, то для Одессы, для города, это абсолютно без перспективы. С какой бы стороны мы ни смотрели. Со стороны того, где мы возьмем уголь, где мы его разместим, какие выхлопы мы при этом получим. Причем нет ограничений на исходящие газы для маленьких котельных, только для больших. Даже если это твердотопливные котлы, которые ориентированы на, допустим, на какие-нибудь пилеты или брикеты, то представьте себе, какие нужны объемы склада для того, чтобы это делать. И где вот здесь это взять? Это просто нереально. Сегодня перейди на твердотопливные котлы на возобновляемых источниках, как мы говорим. Поэтому я и хотел вас собрать, чтобы сказать, что есть такая проблема. Чем она, эта проблема, как бы поддерживается, и куда мы идем, если так можно сказать. Вот покажите второй слайд. Есть директива ЕС, куда мы так очень всем бурно и активно стремимся зайти. И директива ЕС, она четко говорит, что, ребята, к 2020 году потребление тепла на 1 квадратный метр в год 10-15 киловатт. То есть это в 100 раз меньше, чем мы сейчас потребляем, на 1 киловатт. То есть если мы пойдем по пути твердотопливных котлов или еще чего-то такого, то это тупик. Мы никогда сюда не придем. Никогда. Причем государство делает вид, что оно знает эту директиву. И есть план, график по имплементации этой директивы в наше законодательство. Единственное, что там есть, что надо сделать паспорт каждого здания, причем не каждого, а то, которое больше, чем 500 метров, и вот посмотреть, куда уходит тепло, и потом как бы об этом говорить. Значит, ну, почему я говорю, что как бы шестой передел, шестая революция. Революция, как вы знаете, связана с кризисом каким-то, да? Вот сегодня можно говорить о кризисе в жилищно-коммунальном нашем хозяйстве, там, где в основном используется тепло, он как бы в двух ипостасях. Покажите, пожалуйста, слайд по кризису. Вот, признаки кризиса. Кризис у нас распространился на жилые здания, частные и государственные здания. То есть, все, что касается инфраструктуры государственной. Какие три признака? Более 40 лет эти здания не ремонтируются. Если ремонтируются, столько фасады. Дальше. Эффективность тех инженерных сетей, которые там, уже давно совсем даже никакая. То есть, КПД тех приборов, которые там стоят, по моим оценкам, достигают, не достигают 50%. То есть, фактически, как бы, все в трубу. Наконец, есть новое направление, к которому, вот, слава Богу, мы в государственной Украине наши повернулись. Это, все-таки, сделать здания менее энерго, такими потребляемыми. Потому что те материалы, которые сегодня есть, и те ресурсы, которые сегодня есть, позволяют снизить потери тепла. Если раньше на 10-15%, то сейчас до 90% за счет утепления можно прийти на более энергоэффективный дом. Или то, что в этой директиве называется пассивный дом. Или дом с потреблением минимального количества внешнего тепла. И так, и, наконец, третье. Углеродистое топливо все время дорожает. А компенсация, которая государственная, она и платежи, они не успевают за этим. И поэтому нарастает то, что мы принято говорить в общенародном, это кризис неплатежей. И он неименуем, абсолютно. И его нельзя победить. Таким образом, мы видим, как бы, вот четыре признака, которые свидетельствуют о кризисе в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Но есть еще один кризис, и очень сильный, которому подвержены теплоснабжающие наши организации. Все, кто ездит у нас в Одессе по Свердлово, все время видят, как копают и зарывают деньги из года в год на одном и том же участке. А из-за чего это? Из-за того, что все эти системы были сделаны, как я говорил, в 80-х годах. И сегодня ни у правительства, ни в целиком, ни у государства, ни в области нет возможности переложить все эти коммуникации. И зарыть это все в землю. Таким образом, это первая причина. Это устаревшее все оборудование. Вторая причина. Сегодня вот в два раза снизился объем поставки тепла за счет теплоцентрали. Сегодня в 380 городах из 420 уже нет горячей воды. Соответственно, нет денег, которые приходят за это дело. И, соответственно, что эффективность центральных теплоцентралей становится отрицательной. Ну, износ, я уже говорил, критический. До 80% всех основных средств теплоцентрали сегодня нуждаются в совершенствовании, в замене. Таким образом, есть два кризиса, которые приводят к новой революции. О чем я говорю? Совершенно не замечено. Прошло появление нового теплотехнического оборудования, которое, по сути, позволяет выйти из этого кризиса. Покажите, пожалуйста, слайд тепловые насосы. А, уже есть, спасибо. Значит, в 2012 году, то есть 3 года назад всего, Месубиши Электрик появилась технология Зубодан, которая позволяет отапливать помещение при наружной температуре до минус 25 градусов. Это никогда не было. Если вы знаете, кондиционеры, которые сегодня там все работают, это до минус 5. В минус 6 они начинают замерзать, и есть большие проблемы. После Месубиши Электрик появилось очень много разных других компаний, которые выпускают тепловые насосы. Причем коэффициент преобразования равен 4. Что это означает? Вы потребляете 1 кВт электрической энергии и получаете 4 кВт тепловой энергии. Ну, как бы, все знают, что чудес не бывает. Откуда эти 3 кВт? Эти 3 кВт из воздуха, из возобновляемого источника, который сегодня вообще просто не используется. Это как бы опосредственно солнечная энергия, которую мы можем использовать. Причем, технологии инверторные, вот Зубодан Электрики или Дайкин, или даже китайцы, вот там вот ГРИ, да, делают тепловые насосы, она позволяет извлекать тепло даже при минус 25 градусах за счет применения современных, как бы, фреонов. Если старые фреоны были у нас кислородосжигающие и опасные, то современные, вот 410-е фреоны, они позволяют извлекать тепло даже при очень низких температурах. Таким образом, первое, ну, кроме законодательных инициатив, о которых я говорил, ну, это как бы наше украинское, появилось вот такое революционное оборудование, тепловые насосы. Вторым революционным таким вот, это солнечный коллектор. За последние 3 года цена на солнечные коллекторы упала в 6 раз. Господа, в 6 раз. Если раньше это было что-то такое, там, для людей недостижимое, то теперь это вполне, вполне. Стоят они, там, в зависимости, там, от 350 до 1400 евро, но это надо смотреть, что вы хотите получить. И если, вот, недавно, 25-го числа, в Нобелевский лауреат Плафьеров выступал, и именно, как бы, комментировал о том, что куда идет движение по солнечным батареям, поскольку вы знаете, он получил Нобелевскую премию за кремниевые переходы, сегодня используются солнечные коллекторы с кремниевыми переходами 3, вы знаете, НПН-переходы, ну, может быть, вот, наверное, вы как, да, вы программисты должны это хорошо понимать, но ведь есть, есть НПН-переходы 20-25 НП-переходы, то сегодня то, что мы имеем, это 18-20% от той мощности, которую можно излечь из солнечного коллектора. И сегодня это уже значительно эффективно, по сравнению с чем вы хотите. Потому что, ну, вообще, как бы, когда говоришь, допустим, о тверотопливном угонном котле, так вспоминается одесская, как бы, пословица, «Сказал, отойди, не стой во всем этом». Помните, когда говорили у нас так? Вот когда говоришь именно вот об угле, так вот хочется сразу встать и уйти. Потому что, ну, нельзя, чтобы, я еще раз повторюсь, страна вслед шла за отчет банком, которому выгодно сегодня давать кредит до 30 тысяч, за который можно купить только что-то очень плохое. Потому что тепловой насос или солнечные батареи надо взять кредит в 100 тысяч, в 150 тысяч. И тогда, тогда можно идти на эту директиву, о которой я говорил, можно идти на создание высокоэффективной системы отопления и двигаться в сторону так называемого пассивного духа. Ну, есть еще новое, значит, техническое решение, которое тоже недавно появилось, я его здесь, значит, вот он на схеме приведено, вот видите, там интеллектуальные термостаты. В конце концов, совершенно не обязательно топить все время одинаково в течение всего дня. То есть можно достаточно разумно подойти к этому, и температуры должны меняться в зависимости от того, есть вы дома или нет у вас дома, есть у вас маленький ребенок или он уже ушел и так далее. Масса существует как бы входящих параметров, которые можно запрограммировать интеллектуальный термостат, и это дает экономию, подумайте, до 30%, до 1 трети от потребляемой энергии. Таким образом, на подходе еще один очень интересный такой момент, это аккумуляторные батареи. 4 или 5 мая фирма Tesla, знаете, наверное, расположенная в Калифорнии, в скверневой делине, объявила, что им удалось создать аккумуляторы нового поколения, маленькие. То есть вообще, как бы, аккумуляторов кремниевых, там, или германиевых, или любых других, их много. И это не новость. Но чтобы можно было их подцепить под нищие машины и поехать, там, допустим, 500 километров, или чтобы можно было саккумулировать ночной тариф за 6-7 часов, вот это новость. Новость, то есть в том, что они строят сейчас очень суперавтоматизированный завод, я недавно с ними связывался, и говорят, что к концу следующего года будут аккумуляторные батареи, которые смогут аккумулировать 100-150-200 киловатт ампер, в небольшом объеме. Важно, в небольшом объеме. То есть в таком, который вы сможете поставить у себя дома. Таким образом, почему я говорю о 6-й революции? Что о революции? Кризис есть? Есть. Новые методы есть? Есть. Государственное желание с тем, чтобы уйти на это, есть? Есть. В Европу бежим? Бежим. Да? Значит, задание есть? Есть. Чего нет? Мы идем, идем сегодня за частными интересами банков, которые это как бы лоббируют. Но еще чего нет? К сожалению, нет действенного механизма по всей реализации всего этого дела. Ну вот, средний наш одесский гражданин. Что он знает о тепловом насосе? О солнечном коллекторе. Как он может выбрать оборудование, которое он хочет принести себе домой? А я уже не говорю о том, что он должен сделать. Он должен пойти в... он должен пойти куда-то и написать заявление, ну, скажем, в РЭС или в Облэнерго. Они подумают, есть у них возможность или нет, дадут ему ответ. Потом он должен пойти в магазин, выбрать оборудование, которое там есть, взять там счет. Пойти в банк. Банк подумает, можно давать ему кредит или нельзя. Ну, допустим, дал. Дал кредит, он 10% должен перечислить стоимости в магазин. Взять эту бумажку, принести в банк, сказать, да, я все сделал. Банк ему перечисляет остальные 90%, он платит и опять идет, берет эту бумажку, опять идет в банк, говорит, да, я такой хороший. Ну, это только начало. Он получил оборудование. Теперь ему надо установить оборудование, установить двухтарифный или трехтарифный счетчик. Значит, надо купить счетчик, надо его отарифицировать, то есть пойти покланяться куда-то и сказать, ребята, вот счетчик, скажите, он работает или не работает. Потом в этот счетчик надо внести программное обеспечение, или это двухтарифный, или это трехтарифный. Может, это нормальный средний человек, баба наших с привозой, это сделать. Ну, ребята, ну это нереально же. Да? И уже он это сделал. Он уже установил. Он должен вызвать электрика, который опломбирует его счетчик и запустит систему. Но я еще главного не сказал. Они говорят, вы хотите ввести в эксплуатацию, дайте проект. То есть, надо пойти в проектную организацию, заказать проект на электрооборудование. Господа, ну что это? это фактически вот эти как бы административные и как бы вот такие вот припоны, они фактически эту программу будут. Потому что никакое высокоэффективное оборудование таким образом приобрести нельзя. Значит, какое у нас у меня предложение? Есть механизм, он четко прописан в новом законе об энергосервисе, где говорят, привлекайте специалистов. Специалистов привлекайте. То есть, создать в Одессе, в области, не знаю, какой-то типоподобие единого окна, куда может прийти этот несчастный, который решил как бы помочь и уйти от газа, и создать у себя высокоэффективную систему отопления и сказать, я это хочу. И все. А дальше те люди, которые там сидят, они должны ему помочь, они должны все сделать. И проект сделать, и согласование сделать, подсказать ему, какое оборудование должно быть. Ну, я оставлю время для того, чтобы говорить об этом много, для того, чтобы ответить на вопросы. Надеюсь, что они у вас появились. издательство Украина по дни и тыжня в Ленис корреспондент Волкова, уважаемый генеральный директор консалтинга медицинского центра возобновляемого ресурса Проверман Почеслав Яковлевич. Скажите, пожалуйста, мы вас выслушали, все это очень интересно, скажите, а вот вопрос коррупции между крупными энергопоставщиками оптованного рынка и газового рынка и местными администрациями. То есть, проще говоря, администрация государственная и местным советам выгодно получать коррупционную составляющую интерес за неэффективные способы введения энергетики, так скажем, отопительной системы. Да, к сожалению. Самый главный препон в вашем предложении это коррупция. Ну, я бы так вообще не сказал, потому что да, модное слово сегодня коррупция, мы ее видим всюду. Конечно, тяжело уходить от газа, от откатов по газу, от откатов по углю, тяжело от этого уходить. Но есть такое понимание, что мы хотим получать европейские деньги, и много денег выделяют на энергоэффективность. И я думаю, что может быть, может быть, нашей верхушке будет выгоднее воровать откаты там, потому что там большие деньги, чем вот здесь, в маленьких масштабах, потому что там сразу приходят миллиарды и исчезают. Например, если вы помните, как было с Юлечкой, да, когда деньги, которые пришли по киоскому протоколу, ушли на ее предвыборную компанию, да, и там миллиарды. В таких малых коррупция здесь можно, наверное, от нее, по крайней мере, на нижнем уровне, мне кажется, избавиться, если создать вот это единое окно. И чтобы человека не гоняли вот в МБТИ, и он там должен был бы что-то заплатить, откатить за проект, не гонять его куда-то в энергопостачальную компанию, куда-то в РЭС, чтобы он там должен был бы заплатить за то, что ему дают разрешение, да, потому что на самом деле у нас нет другого выхода. Шестая революция, в отличие от всех предыдущих, она не связана с увеличением потребления, она связана с уменьшением потребления, она связана с тем, что мы, может быть, сможем избавиться от зависимости, от газовой зависимости, от зависимости от угля, поэтому я думаю, что у наших чиновников, учитывая как бы заинтересованность во внешних субсидиях и стремление в ЕС, останется огромное и большое поле для откатов на верховком уровне, чем а заберем мы это где-нибудь там в РЭСе, где они попросят там, я не знаю, сколько-то за то, чтобы дать исходные данные на проектирование или у МБТИ для того, чтобы они выдали проект, или там у электрика, который придет аплодировать ваш счетчик. То есть на нижнем уровне, наверное, такой технологии можно это победить, а верхний это не наш как бы вопрос. Еще один вопрос уже Вячеслав Яковлевич, генеральный директор консультант Недреческого центра обосновывания ресурсов. Ваше предложение актуально, но тогда приходится отказаться от централизованных систем отопления и местной власти, местное самоуправление. На сегодняшний день всячески тормозят перехода людей на индивидуальное отопление. В данном случае это вопрос скорее получается политический, чем технический, организационный, научный, энергетический. Ну, спасибо за вопрос, это очень интересно. Дело в том, что если не заниматься нашей теплоцентралью и ТЭЦ, то она будет тянуть город, как и всю страну вообще, в такую дыру, что оттуда потом и не вылезешь. Значит, спасибо вам за этот вопрос. Я бы предложил, когда я беседовал здесь в областном совете, дайте схему теплоцентрали. И мы по очереди, это же делают программы, мы по очереди начнем от этой схемы теплоцентрали отрезать тупиковые ветки и переводить их на электроотопление. потому что ну, нет альтернативы, господа, но нету. Сколько можно зарывать, ну, там уже должно золото расти, зарывать деньги в землю. Я присутствовал как-то, когда докладывал главный инженер нашей Одесской теплоцентрали, что они хорошего сделали. У меня было такое ощущение, что я на похоронах, потому что бесконечно деньги вкладываются вот в ремонты. Я его спрашиваю, ну, вы же уже там делали. Он говорит, нет, вам покажется так. Мы в прошлый раз рыли на 20 метров дальше. Я говорю, а что же сразу 40 метров? А у нас нет денег. Мы будем каждый год рыть на 20 метров дальше. Ну, господа, ну, это абсурд. Последний вопрос, насколько мне известно, ежегодно Украина, присоединившись с Киосской конференцией, получает 7 миллиардов долларов на все возможные энергоэффективные мероприятия по снижению выброса в атмосферу углерода, содержащих СОС и ОПА. На сегодняшний день пока что баланс выработки теплово-электрической энергии у нас еще где-то порядка 30-30% тепловыми станциями с выбросом углерода в атмосферу. И, соответственно, централизованная система отопления это теплоцентрали, ТЭЦ, всевозможные. Скажите, пожалуйста, возможно ли использование этих 7 миллиардов цельным назначением на национальную программу и областную программу Одесской области, на установление, вот считайте, как госзаказ, везде установление этих вот ваших систем энергоэффективности, это солнечных аккумулирующих батарей, возобновляемых, обращаемых энергий, и тепловых насосов, которые уменьшат потребление тепловой электрической энергии на треть, на треть. Спасибо вам за такой корректный вопрос, мне кажется, что вы как бы подсмотрели, что мы с ассоциацией биомассы и говорим, ребята, дайте нам возможность собрать, то есть мы сделаем это в школе, в Разделянском районе, в больнице, в Белгородистровском районе, еще где-то, мы соберем тот объем, который надо и тогда хотим получить у вас возмещение по выбросам. Значит, такое подготовленное дело в том, что на самом-то деле вот мы в КВЦ возобновляемые ресурсы обследовали почти все районы нашей области, да, мы обследовали свыше 340 твердотопленных котлов, установленных в бюджетной сфере, это больницы, детские сады, школы. И вот к моему ужасу я вам докладываю, что ни в одном теплопункте не стоит никакая аппаратура по очистке выбросов. Ни в одном из тех, где мы были. и господа, а это мышьяк, твердые выхлопы, я говорю, твердые металлы, это мышьяк, ртуть, и все это оседает, все это оседает 40 метров от дымовой трубы. А дымовая труба не такая, как у нас в Одессе, там, а маленькая. И реально, те дети, которые играются в садиках, в школах, где гуляют, это они все поглощают. То есть киоский протокол к сожалению, нам еще не ответил, но я не знаю. Мне кажется, что если бы может быть как-то общественность к этому подключить с тем, чтобы не просто в одном месте допустим, сделать замену, а сделать допустим во всем Белгороднестровском районе. Собрать все выхлопы, которые мы делали и подать на возмещение по киоскому протоколу. Тогда бы это был бы очень действенный механизм. Потому что так под это попадают только крупные, очень крупные районы и городские. Ответил? Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Еще. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо.